Время новостей. Медицинский десант в сельскую местность. Передвижной медотряд Центральной районной поликлиники продолжает обследовать жителей за полярной глубинки. Сокровищ севера с наградами. Наши земляки завоевали призовые места в разных конкурсах и номинациях. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За минувшую неделю на территории НАО зарегистрировано 171 сообщение о происшествиях. Из них 8 с признаками преступлений. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции. Органами дознания и предварительного расследования возбужден ряд уголовных дел. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, кража, мошенничество, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, дача взятки, самоуправство. На дорогах округа произошло 11 ДТП все с материальным ущербом. Выявлено 569 административных правонарушений. Установлены 4 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данным на 21 сентября, в Ненецком автономном округе получают лечение от коронавирусной инфекции 170 человек. Из них 10 новых случаев заражения выявлены за прошедшие сутки. Стационарное лечение получает 41 пациент, амбулаторное – 129. Есть и положительная цифра в сегодняшней статистике – это один выздоровевший житель региона. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2179 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2016 человек. В регионе зарегистрировано 42 летальных исхода от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 974 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Эпид-обстановка в регионе, ввод в эксплуатацию жилья для медиков и педагогов, а также подготовка к осенне-зимнему периоду. Эти и другие темы обсудили в ходе расширенного совещания при главе региона. Далее все подробности. В начале оперативного совещания традиционно поговорили об эпид-обстановке в регионе. Елена Левина сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе держится на стабильном уровне. Более примерно сейчас в одних цифрах вращаемся. У нас в районе 170 регистрируется каждый день количество заболевших. То есть плюс-минус, то есть в серии в одних цифрах колебленности. Елена Степановна, те меры ослабления, которые принимает штаб, они не сказываются в худшую сторону на эпидемиологические ситуации? Нет, не сказываются. Елена Степановна, очень тревожат больные амбулаторные в населенных пунктах, особенно отдаленных. Мы всем необходимым обеспечиваем, допустим, больных в Бугарино. Значит, в Бугарино находится 13 человек под наблюдением. Когда к ним был выезд санитарной авиации, они с собой привезли все препараты для лечения пациентов. Какая-то помощь нужна в амбулаториях, фельдшерам, врачам? Они смогут при необходимости выйти по телемедицине и получить консультации врачей окружной больницы? Все фельдшера, которые ведутся от пациентов к коронавирусу в консульных пунктах, они контактируют с медицинской организацией, либо с центральной рынок поликлиника, либо с Ниницкой окружной больницы. Если есть вопросы, то обращаются напрямую к врачам в стационар. То есть все пациенты консультированы у нас. То есть если возникают какие-то сомнения, то принимается решение о вывозе пациента с населённого пункта. В ходе совещания губернатор обратил особое внимание на ситуацию со сдачей жилья в селе Оксино. Уже год там не могут ввести в эксплуатацию четырёхквартирный дом для педагогов и врачей. Андрей Александрович, целый год этот дом стоял. И не могли разобраться, кто будет устранять недостатки, кто будет принимать этот дом, кто будет регистрировать. Разберитесь, пожалуйста, кто виновен в том, что в течение года квартиры стояли незарегистрированные. Разберитесь и доложите, пожалуйста, почему целый год в этом доме, в этих квартирах не жили врачи и учителя, в которых так нуждается село. Теперь, что касается линии Департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Альберт Чебдаров доложил о результатах проверки компаний-недропользователей, которые проводили рекультивацию территорий. В рамках экологического направления деятельности Департамента совместно с управлением имущественных отношений и совместно с федеральными структурами с 15 по 16 сентября осуществили несколько вылетов на месторождения, где недропользователи, это Росфед Петро и Вуков Коми, произвели отказ от ряда земельных участков и, соответственно, межведомственная группа, она принимала эти земли на предметах чистоты в том числе. Кто входит в эту межведомственную группу? Там федеральная структура, Роскроводнодзор и Ростехнодзор, в принципе, довольно обширный перечень. И управление имущественных отношений, естественно, как основной куратор. Ну, то есть, это комиссия абсолютно неангажированная, которая объективно может оценить, насколько недропользователи прибрались за собой там. Да, именно так, Юрий Васильевич. И в этом контексте по линии Росфед Петро у нас замечаний нет, данный участок был принят. По линии Луков Коми, к сожалению, там есть факты захламления металломом, строительных отходов, поэтому будем далее в дополнительное время, будем дополнительно выезжать и осматривать территорию с точки зрения последующей приемки. В ходе оперативного совещания затронули и вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова отчиталась о ходе северного завоза. За эту неделю у нас продолжается разгрузка угля в Усть-Каре, там были штормовые ветра, поэтому не могли разгрузиться. Не могли подойти к берегу? Да. Поэтому, как было только затишье, они подходили, разгрузились 500 тонн, еще осталось полторы тысячи. Поэтому сейчас вроде там тихо, за два дня планируют разгрузить все. Завтра будет выходить судно с Архангельска с углем остатки Нижняя Пеша и твердое топливо балонга. Успеваем? В завершении еженедельной планерки Юрий Бездудный анонсировал запуск проекта «Округ, в котором хочется жить». По сути своей это некий симбиоз комфортной городской среды, инициативного бюджетирования, акции, которые мы проводили, чистая Арктика, экологических субботников. То есть округ, в котором хочется жить, это проект, который объединяет все эти проекты, и основная его цель сделать наш округ, наши села, город интересными для жизни. Красивыми, уютными для того, чтобы каждый житель мог сказать «Я хочу жить в нашем округе», «Я хочу жить в городе», «В селе». И мне кажется, это очень здорово, потому что и главы подключаются активно, особенно по линии инициативного бюджетирования. И нас активно поддерживает сейчас федеральное правительство по комфортной городской среде, поэтому я уверен, что если все мы подключимся к этому проекту, то спустя какое-то время каждый может сказать «Я хочу жить в моем округе», в нашем округе. Алина Ваучейская, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Пройти процедуру гемодиализа теперь можно будет в Наринмаре. Все необходимое оборудование доставлено и смонтировано. Осталось только завершить процедуру лицензирования кабинета. Медики обещают, что это произойдет уже в октябре. Ольга Русул расскажет подробнее. Покупайте билет на отцу, пусть перейдят. Татьяна Бобрикова одной из первых входит в отделение гемодиализа. Именно она стала инициатором того, чтобы в городе открылся такой кабинет. Била, как говорится, во все колокола и стучалась во все двери. Во время прямой линии дозвонилась до президента. У меня папа в августе прошлого года, в конце июля, заболел, тяжело заболел. В реанимации лежал. Спасибо врачам, спасли его. И у него перестали работать почки. А у нас такой аппаратуры нет, поэтому отправили его в Архангельск. Это, можно сказать, на пожизненно. Без родных и знакомых вдали от родины. Татьяна очень переживает за отца. К слову, с подобной ситуацией приходится сталкиваться и другим жителям Заполярья. Сейчас такую терапию получают 10 человек из Ненецкого округа. Он вернется в ноябре сюда. Папа очень обрадовался. У него даже голос другой стал. Он ждет, не дождется, когда вернется сюда. Все равно жить на родине лучше. Пускай не внеси. Понятно, там внеси, внеси, уши, никогда не вернется. Но здесь, с нами, рядом с нами, со мной, с детьми. Внучка приезжать будет на каникулы. Татьяна не скрывает радость. Благодарит власти округа, которые услышали ее проблему и помогли с решением. Скоро семья воссоединится. Для нас открытие отделения гемодиализа чрезвычайно важно. Потому что не только папа Татьяна Григорьевна в таких условиях вынужден жить в другом городе, чтобы просто жить и проходить эту процедуру. Поэтому расскажите, когда вы откроете это отделение, и когда отец Татьяны Григорьевны может вернуться в семье и жить абсолютно полноценной жизнью здесь, в своем родном городе. Мы на финишной прямой открытие центра. Самое главное, оборудование смонтировано. Все готово для проведения процедур. Нам несколько дней еще понадобится, чтобы оборудовать мебель в отделении, расходный материал завести, и мы готовы принимать всех пациентов. Отделение гемодиализа откроется на базе Ненинской окружной больницы и разместится в лечебно-диагностическом корпусе на авиаторов 9Б. Для работы в отделение в Ненинский округ приглашены медицинские работники соответствующего профиля. В медицинской организации с Ненинской окружной заключен договор государства частного партнерства у Брянского фарма, который предоставили нам оборудование и чьи врачи будут обслуживать наших пациентов. То есть сейчас наша задача вернуть пациентов, которые проходят процедуру гемодиализа за пределами Ненинского округа, а доктора, которые работают с этими пациентами, будут консультировать наших докторов, обучат их работе на этом оборудовании. Добавим, что по итогам рабочей поездки губернатор дал поручение организовать прием нефролога для проведения консультативных приемов пациентов с заболеваниями почек. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Медицинский десант в сельскую местность. Передвижной медотряд Центральной районной поликлиники продолжает обследовать жителей Заполярной глубинки. До конца этого года медики посетят все отдаленные населенные пункты региона для проведения медосмотров и диспансеризации детского и взрослого населения. 17 и 18 сентября бригада работала в деревне Лабожская. Подробности в сюжете Натальи Дуркиной. Утромобильная медицинская бригада начинается в вертолете. Курс на Лабожское. С собой все самое необходимое, а это тонна оборудования. И все для того, чтобы жителям Заполярного района было проще получать необходимую медицинскую помощь. Спустя полчаса медотряд в месте назначения. Начинается выгрузка оборудования. На подготовку и установку не так много времени. Необходимо успеть до первого пациента. Затем распределение специалистов по кабинетам. Несмотря на то, что в Лабожском не так давно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, места для всех не хватает. Приходится базироваться аж в трех локациях. Это Центральный дом культуры, бывшие и новые здания ФАПа. Начинается плодотворная работа. Здесь мы берем общий анализ крови, биохимию, то есть сахар, холестерин. Ну и по заявкам терапевта, какие она считает нужным анализы, еще добавляет на гормоны, на общий анализ биохимии. Результаты анализов скрытой крови, сахара, холестерина можно получить на месте. Все остальное отправляется в Наринмар. Ответ приходит фельдшеру населенного пункта. Кардиограмма сердца вот сегодня, пациенты, все жители проходят. Все автоматически отправляется уже в городный сервер врачу, кто описывает. И затем уже отправляют сюда все результаты. Ну то есть, в принципе, результаты свои можно узнать уже в кратчайшее время. Да. У местного фельдшера уже будет все в течение недели. В следующей неделе будет все. Каждый пациент может прийти и все свое найти, все свои анализы, флюорографию, ответы. А также справки на оружие, на ГАИ. Такой способ получения медицинских услуг, по словам местных жителей, очень удобен. Посещают периодически, по мере возможностей. А это, конечно, хорошо. Ладно, можно съездить в сезон, когда есть дорога. А когда в межсезонье, да и все. И пожилые не могут всегда съездить. Далеко не могут. Еще это пандемия, да. Ко мне я уже сходил, уже все прошло. Я в Наринмаре сейчас только, наверное, через два дня приехал, уже все прошло. Сделав флюорографию, все нормально. На селе один из самых востребованных специалистов – врач-хирург. Так как большая часть жителей – люди высокого возраста. Чаще всего для любой хирургической патологии характерна болезнь опорно-дивительного аппарата. Часто есть артриты, артрозы и так далее. То есть суставы просто выясняются. Терапевт, офтальмолог, педиатр, лаборатория, врач-юзи, стоматолог, психиатр, нарколог, гинеколог, хирург и флюорография. Таков богатый состав бригады. Каждому специалисту небольшая очередь. Все с соблюдением эпидемиологических мер. Наша бригада состоит из, в среднем из 15 человек, ориентировочно тонна груза. Добираемся до населенных пунктов, до ФАПов мы, либо в зимний период. В период предостава по ближайшем, по Нижнепечорью – это треколы. А всю остальную территорию мы охватываем только с помощью Наримарского объединенного отряда. Это всегда работа с их стороны, со стороны отряда очень качественна, очень внимательна, что немаловажно, потому что иногда бывают моменты, когда действительно требуется от пилотов понимание, внимания и тому подобное. Вы, зная, медицинская бригада работает в регионе с 2007 года. С 2018-го врачи передвижного отряда обследуют население округа не по индивидуальным планам, а в составе расширенных бригад. Что позволяет проводить комплексное медицинское обследование населения. 21 сентября медицинская бригада находится в Великовисочном. Далее отправятся в Волоковую, Верхнюю и Нижнюю Пешу, Волангу, Белушье, Варнык, Ускару и Каратайку. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, телеканал «Север», деревня Лабожская. Недавно завершился грандиозный фестиваль «Сокровища севера». Наши земляки завоевали достойные награды в разных конкурсах и номинациях. НАУ представляли местные мастера рукоделия и Народный Ненецкий театр «Иллипс». С какой постановкой выступили артисты и как прошло мероприятие, расскажем в следующем сюжете. На территории России проживает более 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Уже не первый год на международную выставку-ярмарку «Сокровища севера» съезжаются представители разных национальностей с целью показать свой быт и уклад, а также поделиться опытом. На 16-й съезд от Ненецкого округа поехал Ненецкий театр «Иллипс». Свою деятельность сценический коллектив начал еще в 1996 году. Основал его Прокопий Андреевич Евтисий, писатель, поэт известный наш Ненецкий. Посещали театр первые, которые жители нашего города. В переводе с ненецкого языка «Иллипс» означает «жизнь». Через коллектив прошло уже не одно поколение. На протяжении многих лет театр посещает Александр Литков, бессменный актер всех инсценировок и мастер на все руки. Этнокультурный центр представил выставку, связанную с жизнью канинских немцев. То есть уклад жизни, одежда – это все было представлено на экспозиции этнокультурного центра. И я представил макет жилища канинскую палатку. То есть это то жилище, которое сейчас они используют, качуют, как чум, полностью разборное жилище, и все это вводится с собой. Помимо декоративных работ от Ненецкого округа была представлена театральная постановка, составленная из нескольких сказок и обрядов. Спектакль представляет из собой такую квинтэнсенцию из наших отдельных постановок. И чем он привлекательен, что это все-таки действительно такой несет на себе этнический характер. И действительно представлена жизнь тундры до современной жизни тундры. И в общем-то у нас все получилось. Несмотря на достойную конкуренцию, постановка от Ненецкого коллектива, по мнению жюри, стала лучшей. Для актеров коллектива победа еще была более неожиданной. Я даже удивился, как первое место порадовало. Там артистов так-то много, но театральных нету артистов. Там чисто солисты выступают, поют песни, танцевальные коллективы какие-нибудь. Именно своим ненецким колоритом театральный коллектив завоевал первое место. Также участники коллектива поборолись и в сольных выступлениях. Светлана Вокуева – одна из новичков в театральном кругу. Одержала победу, исполнив песню о «Лебеде», основанную на стихотворении ненецкого писателя Алексея Печкова. Когда говорили уже третье место, я просто ждала. Но третье – нет. Второе место – поспорили, что я займу второе место. И когда назвали, что первое место – это я, я была просто… У меня так это все в голове было. Я такая, что? Неужели? Наконец-то где-то! И я была очень счастлива. Ежегодно на площадках международной выставки ярмарки «Сокровища Севера» собираются представители разных народностей, которые представляют уникальный быт и культуру. Участие в таком масштабном мероприятии для каждого из артистов – это не просто демонстрация своих талантов на конкурсах, но и обмен опытом и идеями. Василий Хатензейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.